Вы смотрите программу «Губерния». Вот главные темы выпуска. Задержан глава облздрава Артур Фокин. Ему предъявлено обвинение, и он помещен в изолятор временного содержания. Жители новой части деревни Великодворская вынуждены оставлять машины на трассе и идти пешком к своим домам, потому что к деревне нет подъездных путей. Сегодня проблему с дорогой обсуждали на встрече с главой района. Два уголовных авторитета в Казимате насмерть забили ковровского крестьянина. О криминальной жизни села Иваново в 19 веке расскажем совсем скоро. Дорога еще не принята, а она уже рассыпается. Но это театр абсурда. На этом участке нижний слой асфальта положили прошлой осенью. Почему он уже в трещинах ямах? Ответы в нашем репортаже. В Ивановском зоопарке появилось первое потомство, в частности, у краснокнижных филинов. Как чувствуют себя сейчас пинцы и какое еще пополнение ждут? Подробнее узнаем у сотрудников зоопарка. В 60 лет стал студентом, участвовал в открытии политеха и рисовальной школы. Что еще Дмитрий Бурылин сделал для города Иваново? Уникальные архивные документы можно увидеть в музее фабриканта. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте. Студия Сергей Веселов. В Иванове задержан директор областного департамента здравоохранения Артур Фокин. Правоохранители пока хранят молчание и никак не комментируют происходящее. Сейчас Артур Фокин находится в изоляторе временного содержания. Ему предъявлено обвинение. Это нам подтвердил его адвокат. Но пока не стал комментировать суть обвинения. Суд по избранию меры пресечения еще не назначен. Известно, что утром Фокина отвезли на допрос в ФСБ. Вероятно, Артур Мирабович стал фигурантом того же дела, в рамках которого в январе текущего года был задержан его заместитель. Алексею Буянкину тогда была избрана мера пресечения в виде ареста. Его поместили в СИЗО на два месяца. В марте срок ареста продлили до 26 апреля. Основанием для обоих задержаний могли стать закупки рентгеновских аппаратов для больниц региона. Сейчас антимонопольная служба расследует дело о нарушении закона о защите конкуренции. Оборудование закупалось у фирмы Посредника по стоимости почти в два раза выше, чем она сама приобретала. Причем эта компания купила рентгенаппарат еще до того, как был проведен электронный аукцион и определен победитель. К примеру, седьмая городская больница взяла у ивановской фирмы Медитех оборудование за 5 миллионов 300 тысяч рублей. При том, что сам Медитех приобрел его за 3 миллиона. Аналогичная история с закупками для 8-й Ивановской горбольницы, Кинишемской и Шуйской. Все это происходило в конце 2020 года. Напомним, замначальника департамента Буянкин был задержан в этом январе. Следствие ОФСБ ему предъявило обвинение в участии в хищении бюджетных средств при осуществлении госзакупок на общую сумму более 10 миллионов рублей. Мошенничество было совершено при освоении бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для комплектования лечебных учреждений Ивановской области. В Южском районе участок дороги ушел под землю. Его размыли грунтовые воды. Дорога Южа-Талице. Внезапно в четверг солидный участок буквально рассыпается на глазах автомобилистов. Объезжать такую яму приходилось на свой страх и риск. Однако в департаменте дорожного хозяйства оперативно заметили проблему. Подрядчик прибыл на место уже на следующий день и подлатал дорожный оползень. Напомним, эта дорога одна из самых проблемных и важных в Южском районе. Ежедневно по ней курсируют служебные автобусы Таллицкой колонии. Летом главная туристическая дорога на озеро Святое. В этом году ее должны заасфальтировать на 16,5 километров в рамках нацпроекта. Видеодороги в ямах и трещинах прислали нам из села Дунилова Шуйского района. Кадры, которыми никого не удивить. Если бы не одно «но». Ремонт этого участка был начат осенью прошлого года. Почему асфальт не дожил до весны, выяснила Дарья Костина. Год назад эта дорога была другой, без живого места. Жители Дунилова и других сел много лет ждали ремонта. В октябре прошлого года его начали. Ездить бы и радоваться у Светланы не получилось. То гладь, то трещины, выбоины, ямы. Здесь, вот здесь, начинается то место, где укладывали подушку. И как мы видим, здесь асфальт в хорошем состоянии лежит. Он никуда вместе со снегом не делся. Даже несмотря на то, что это первый слой, все функционально, все качественно. Сейчас вот эта подушечка закончится, и мы увидим, куда у нас начал деваться асфальт. Дорога эта Шуя-Котерева-Ренькова. Нет-нет, да встречаются Рытвины. Сам директор Дорожного департамента Алексей Гадалов объясняет. В прошлом году подрядная организация, согласно графику, уложила нижний слой покрытия. Верхний планируют завершить в этом году. На зиму участок не закрывали для движения транспорта. В период зимней эксплуатации на автомобильной дороге, так как нижний слой, он не верхний, да, не кончательный, и у него несущая способность немножко другая, нежели у верхнего. Поэтому, возможно, появление каких-то дефектов, деформаций для их устранения подрядной организации примет все необходимые меры. Такой же ответ на свое обращение получила Светлана. Ее он не устроил. Говорит, сама работает в строительной сфере, не понимает, почему асфальта не хватило до весны. Считает, если не решить проблему, деньги будут просто закапывать в землю. Ну, ребят, первый слой уже рассыпается. Давайте на него положим второй слой. Да хоть километровый. Я думаю, я уверена, что он сойдет вместе с нижележащим слоем при первых же заморозках. Я считаю, что здесь просто очень близко грунтовые воды. Их надо отводить. То есть дренаж, который был сделан на небольшом участке, он там решил проблему. Почему по подобной технологии не пойти дальше? Светлана добавляет, в Дунилове есть ансамбль старинных храмов, стоят веками. Сейчас кругом нанотехнологии, а асфальт и полгода не выдержал. Вот этот мост через Тезу между селами Дунилова и Горицы и вовсе пропустили. Местные жители говорят, не помнят его без ям. Когда-то был, когда только его сделали, когда я совсем маленький был, наверное. Сколько мне было? Лет пять, наверное. И все, с этого момента его, наверное, тут больше никогда не ремонтировали. Так, ямочный ремонт и все. Ну вот сами видите. Ну вот последние два года его состояние ухудшается, конечно. Проехать вообще сложно. Да, сейчас уже передвижение только такое. Одни дуниловцы говорят, новой дороги рады, пусть и уже покалеченной. А вот за мост все переживают, дряхлеет с каждым годом. Боятся однажды к ним не приедет ни скорая, ни пожарные. Дарья Костина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». В Иванове досрочно восстановили сгоревшую деревянную Успенскую церковь. Согласно контракту, работы должны были закончить только в ноябре 2022 года. Свою историю памятник культуры федерального значения Успенская церковь ведет с конца 17 века. В 2015 году храм сгорел, так и не дождавшись окончания реставрации. Предположительно, из-за неисправной электропроводки. РПЦ передала землю в пользование старообрядцам. В 2020 году из федерального бюджета на восстановление объекта выделили 80 миллионов рублей. Начали работы. Летом прошлого года местных краеведов удивило решение покрасить фасад и крышу в белый цвет. Однако эксперты заверили, что именно так церковь выглядела на старых фотографиях. Подрядчик ООО «Дизайн из Чувашии» не разочаровал. Выполнил обязательства по контракту даже раньше срока. Практически полностью все работы завершены. Внутренние работы на 100%. Часть еще внешних работ осталась. И основной вопрос – это благоустройство территории, которое будет делаться в благоприятных погодных условиях. Гарантийные обязательства в соответствии с государственным контрактом составляют 5 лет. Подтоплений больше не будет. В этом году ливневку в Новой Ильинке все-таки начнут делать. Для этого на участке улиц Большой Воробьевской, Володиной и Тупика Дальнего временно ограничат движение транспортных средств. Глава города подписал соответствующее постановление. Ограничения связаны с реконструкцией автомобильной дороги с ливневой канализацией к микрорайону Новой Ильинка. Движение будет закрыто с 16 мая до 31 октября. На период временного перекрытия движение будет организовано по схеме. На дорогах установят дорожные знаки и указатели. Жители новой части деревни Великодворская вынуждены оставлять машины на трассе и идти пешком к своим домам. Потому что к ним нет подъездных путей. Мы уже рассказывали об этом зимой. А в пятницу руководители Лежневского района приехали в деревню обсудить варианты решения проблемы бездорожья. Подробности в нашем репортаже. Эти кадры сделаны в феврале. Зимой по новой части Великодворского передвигаться можно, укатав и расчистив снег. Но на самом деле эта земля вдоль домов относится к землям лесфонда. Так когда-то сложилось. Чтобы проложить здесь дорогу, необходимо сменить назначение земель. 16 лет жители не могут этого добиться. И потому до и после зимы передвигаются вот по такой жиже. Машинам тут не проехать. Грязь иногда только трактор месит. Легковые и внедорожники оставляют на трассе. Спецмашинам в эту часть деревни тоже не попасть. Скорую вызвать. Скорую. А с дороги пешком сюда не пойдет. Здесь темно. Ни фонаря, ни одного, ничего нет. Дороги нет. Машина не подъедет. Еще зимой после выхода репортажа в администрации Лежневского района комментировали ситуацию так. Смена категории земельного участка, мероприятие затратное и длительное. И предлагали другой вариант решения проблемы. В действующем генеральном плане, поясняли мне в администрации района, уже предусмотрено строительство новой дороги. Вот только проходит она позади участков и подходит далеко не ко всем домам. Естественно, жителей такой вариант не устраивает. В итоге была назначена встреча с чиновниками администрации. На нее неожиданно приехал исполняющий обязанности главы Лежневского района. По его словам, участки в свое время были так размежеваны, что сейчас непроблемного пути решения нет. Самый простой – житель отказывается от части своих земель в пользу общей дороги. Ее проложат внутри участков. Короткий путь решения проблемы – это пойти через Северный Туд и попробовать договориться с собственниками участков, чтобы вырезать дорогу. Потому что в свое время участки были так отмежеваны, что они остались без проездов. То есть нет возможности подъехать к участкам. Жители не готовы резать землю по-живому. На участках колодцы, деревья, кустарники. К тому же их размеры невелики. И нормальной ширины у дороги внутри участков не будет. Потому и настаивают на том, чтобы решать вопрос с передачей земли от лесфонда. Есть длинный путь – это оформление документов с лесным фондом. Мы с жителями договорились о решении. И будем поступательны, каждый шаг обговаривая с жителями, двигаться дальше, решать эту проблему. Жители готовы к ожиданию. Главное, говорят, чтобы администрация предпринимала необходимые действия. Сейчас власти получили письмо от лесного комитета, разъясняющее всю процедуру перевода земель. Договорились мы, что мы встречаемся где-то раз в месяц. Первая встреча назначена после майских праздников. О том, нам должны будут сообщить, что сделали конкретно по списку. И эти встречи мы будем инициировать часто. Кроме того, чиновники пообещали, что пришлют грейдер, который хотя бы расчистит путь за домами к старой части деревни. Пусть им и может пользоваться только часть жителей. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания «Барс». Воду скачают, покрытие заменят. Речь идет о спортплощадке в московском микрорайоне. Сообщения об этом появились в пятницу на сайте администрации Иванова. В четверг мы рассказывали о том, что на этой неделе нашумевшую московскую площадку затопило талой водой. Такому озерцу в центре комплекса местные дети оказались рады. В отличие от взрослых, которым незапланированный бассейн и непродуманный водоотвод явно пришлись не по душе. После зимы еще больше в негодность пришло и нашумевшее покрытие. В пятницу работники МОП СЖХ приступили к откачке воды с площадки. Местные власти также сообщили, что в этом году обновят неоправдавшее себя покрытие. Террасную доску планируют заменить на тротуарную плитку. Но сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами. И вот о чем вы узнаете во второй части выпуска. В Ивановском зоопарке появилось первое потомство. В частности, у краснокнижных филинов. Как чувствуют себя сейчас птенцы? И какое еще пополнение ждут? Подробнее узнаем у сотрудников зоопарка. В 60 лет стал студентом. Участвовал в открытии политеха и рисовальной школы. Что еще Дмитрий Бурылин сделал для города Иваново? Уникальные архивные документы можно увидеть в музее фабриканта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу «Губерния». Мы продолжаем выпуск. В Ивановском районе сгорела ферма. Пожар в деревне Балахонке случился в четверг. В этот момент там находилось сотни животных и двое работников фермы. Эвакуировать скот начали еще до приезда пожарных. После присоединились и они. Спасти удалось всех. 70 ягнят и 30 голов крупного рогатого скота. А также работников фермы. В МЧС сообщили, что предварительных версий в изгорании пока что нет. Проводится проверка. Натушение пламени ушло больше часа. Забор воды задруднялся плохим подъездом к водоисточнику и не до конца растаявшим льдом. Криминальные страсти села Иваново. Два местных уголовных авторитета в Казимате насмерть забили ковровского крестьянина. А до этого разграбили склад предприимчивого дельца. Мы продолжаем раскрывать неизвестные страницы ивановской истории. Сегодня расскажем, какой была криминальная жизнь в Иванове в 19 веке. Подробности прямо сейчас. В первой половине 19 века Иваново было самым криминализированным селом Владимирской губернии. Этому способствовало несколько факторов. Численность населения составляла более 10 тысяч человек. Половина из них рабочие. Многие прибыли на заработки из других мест. Зачастую непонятно откуда. Без документов и без прошлого. В этой массе было легко затеряться. В селе велась активная торговля. Стояли крупные склады с имуществом. Все располагало к легкой наживе. Грабежи, разбои, кражи. Постоянное явление в селе. Управляющий села Яков Якович Гоффман в 2018 году говорил, что до того, как я стал управляющим, в селе каждую неделю находили 4-5 трупов неизвестных людей. Я думаю, немного сгучал краски, но это очень хорошо характеризует криминальную установку в селе того времени. Профессиональных органов правопорядка в селе не было. Вместо них существовала земская полиция. Это общественная работа. Люди избирались на нее сроком на один год. Денег за службу не получали. В основном занимались ночным патрулированием улиц. Уличить преступника можно было только в двух случаях. Либо непосредственно застав человека на месте преступления, либо обнаружив у него похищенное. Но улики дома никто не хранил. Поэтому преступность в Иванове цвела махровым цветом. В том числе и профессиональное. Об этом свидетельствует уголовное дело Крестьяна, Глазкова и Китаева. В 1816 году у предприимчивого Ивановца Иишинского на Рождество ограбили склад. Товаров вынесли на общую сумму 2000 рублей. По тем временам огромные деньги. Благодаря народной молве Иишинский узнал, кто совершил налет. Решил договориться и вернуть похищенное за выкуп. Он обратился непосредственно к ним. То есть он позвал их и сказал, что они могут помочь им вернуть хотя бы часть награбленного имущества. И он за это им даст денег. Ну, потому что надежды на полицию не было. И они согласились, да, пожалуйста, взяли с него деньги, 300 рублей, прогуляли в течение недели. И когда Иишинский понял, что и этих денег лишился, он тогда наконец-то подал заявление уже официальную полицию. По делу были арестованы 4 человека. Все ранее неоднократно являвшиеся фигурантами уголовных дел о кражах и разбоях. Китаева и Глазкова на время следствия поместили в каземат. Правда, доказать так ничего и не смогли. Примечательно то, как задержанные себя вели в арестантской. Кандалы они просто скинули себя. И через окно, подвальное окно, они дали мальчику денег и отправили его за вином. И в это время под вечер привели к задержанной полиции крестьян Карловского уезда, которые просто тоже выпили. И эти двое чем-то не понравились приведенным за эти крестьяне. И они просто одного из них забили до смерти. Причем этих крестьян было трое, а вот этих арестованных двое, тем не менее, они издевались над ними всю ночь, а один в итоге после этого умер. Как раз это убийство и позволило отправить Глазкова и Китаева на каторгу. Остальных фигурантов дела отпустили. Разгул преступности стал снижаться после образования Иваново-Вознесенска. В этот период в городе была сформирована профессиональная полиция. В ее состав вошли люди, обученные сыску и владеющие методикой расследования преступлений. Сергей Веселов, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». В Шуе разобрали заводские лавы. Деревянный пешеходный мост через Тезу. Делают это ежегодно в период паводка, чтобы избежать повреждения конструкции. Мост соединяет две части города. Поток пешеходов здесь приличный. Но сейчас здесь пусто. У спуска висит табличка. Прохода нет. Горожанам приходится искать обходные пути. Из-за интенсивного снеготаяния и осадков вода в реке Теза поднялась. Течение могло повредить или унести конструкцию. Поэтому мост разобрали. Восстановит его, как только сойдет вода. По нашей информации, на это уже предусмотрели 300 тысяч рублей. В Ивановском зоопарке прибавление. У пары филинов вылупились птенцы. Для многих зооучреждений это довольно редкое явление. Но в Иванове филинята появляются каждый год. Как чувствуют себя птенцы и от кого еще? Орнитологи ждут пополнения. Выяснил Владимир Еремин. Редкий посетитель в Ивановском зоопарке пройдет мимо вольеров с хищными птицами. Его обитатели чаще всего горделиво сидят на террасах и привлекают внимание своим роскошным оперением. Вольеры с пернатами здесь занимают значительную территорию. Для гостей из Ижевска Ивановский зооуголок стал буквально открытием. Нам очень понравились журавли. Мы не все обошли. Очень хорошие птицы, аисты. Мы пока обошли только эту часть. Львы понравились, конечно же. Конечно понравились. Потому что их так близко. Мы в принципе в зоопарке у нас так не видим. То, как жизнь бурлит внутри птичьих длинных вольеров, часто спрятано от посторонних глаз. Это период ухаживания и гнездования. Только орнитологам и сотрудникам зоопарка удается видеть дальше и знать о своих подопечных больше. Надеемся, что получится у нас приплод. У пум будет, у рыси, у символа нашего зоопарка. У нас черный лебедь села на яйца, но она села в домике, поэтому показать вам ее просто не можем. Готовятся у нас также водоплавающие птицы к размножению. Маленьких детенышей филинов посетителям близко рассмотреть сейчас не получится. Только для нашей съемочной группы сделали исключение. Птенцы прячутся и не расстаются с матерью, которая их греет и охраняет. В дикой природе самка филина откладывает в среднем от двух до пяти яиц. В этом году было четыре яйца, но вывелось только два птенца, что, в принципе, нормально и естественно для любого филина. И что их взять в природе, если. Птенцы уже подросли, им уже две недели есть, поэтому они достаточно крепкие, ребята растут, мама хорошо за ними ухаживает, за что мы можем их посмотреть. Новорожденный птенец филина не покидает насиженного места в течение первого месяца жизни. Все это время мать кормит и ухаживает за потомством. Стоит отметить, ареал обитания этого ночного пернатого очень обширен, но, к сожалению, филины не выносят близкого соседства с человеком, поэтому их численность постепенно сокращается. В России филин занесен в Красную книгу. Филин обыкновенный у нас, проживает в зоопарке уже более десяти лет, размножается как минимум лет пять. Каждый год они приносят нам от двух до четырех птенцов. Как пояснили сотрудники, в Ивановском зоопарке постоянно в клетке живет только взрослая пара. Подросшие малыши разъезжаются по питомникам в другие города. Вообще, рождение филина в зоопарках, утверждают орнитологи, явление довольно редкое. Самцу и самке необходимо подойти друг к другу. Условия для их размножения должны быть созданы подходящие. Владимир Еремин, Владимир Хмелев, Дмитрий Добыш, телекомпания «Барс». В 60 лет стал студентом, участвовал в открытии политеха и рисовальной школы. Уникальные архивные документы Дмитрия Бурылина можно увидеть в музее фабриканта в Иванове. Экспозиция приурочена к 170-летию со дня рождения мецената. Подробности в репортаже Марины Зениной. В витринах документы из областного архива и музея Дмитрия Бурылина. Вот он список из 60 пунктов. Столько обществ и организаций поддерживал фабрикант. Попечение Бурылин оказывал многим учебным заведениям. Например, открытой в 1898 году рисовальной школе. Помещение музея впоследствии передали для занятий. В музее остались разнообразные предметы художественные, декоративно-прикладного искусства, которые ученики, студенты использовали в своей деятельности в качестве пособия учебного. Ну и, конечно, это коллекция кроков, текстильных рисунков, которые оставили после себя студенты. За активную деятельность Бурылина не раз благодарили. Здесь, например, грамота на золотой орден от императрицы Марии. Здесь на орден святого Станислава от самого императора Николая II. Дмитрий Геннадьевич Бурылин также активно занимался благоустройством города. В 1909 году он решил разбить около своего дома прогулочный Александровский бульвар. Вскоре вдоль этой улицы появились вот эти ограждения. Здесь посадили липы, и каждые выходные играл оркестр из Ярославля. В витрине план бульвара, а также его первые фотографии. Александровская улица, сейчас это проспект Ленина, и в 1910 году была одной из центральных магистралей. Благодаря Бурылину и Михаилу Фрунзе в городе появился первый вуз. Эвакуированные из Риги преподаватели политехнического института в 1918 году переехали именно в Иваново-Вознесенск. Свои услуги предлагали несколько городов, но Дмитрий Геннадьевич здесь проявил настойчивость. И таким образом удалось решить вопрос в пользу того, чтобы Рижский политехнический институт базировался с этого времени в Иваново-Вознесенске. Он занял первоначально помещение Иваново-Вознесенского реального училища, ныне это здание художественного музея. Интересно, что Бурылин стал одним из первых студентов политеха. За парту он сел уже в 60 лет. Выбрал социально-экономический факультет. Уникальные документы о деятельности попечителя и мецената будут выставляться в музее до 10 июля. Марина Зейна, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». В селе Холуй уровень воды продолжает подниматься. Пешеходный мост затопило. От этого он начал разрушаться. Традиционный весенний разлив Тезы для местных явление привычное. Однако в этом году уровень воды выше стандартной нормы. Пешеходный мост практически полностью ушел под воду. Сейчас он перекрыт бетонными блоками. Напомним, после аварии с большегрузом его капитально не ремонтировали. Вместо него строят новую железобетонную переправу. Этот же мост должен послужить временной переправой. Местные волнуются, что он просто не доживет до конца строительства. Сейчас в сети появились вот такие кадры. Предположительно, это треснувший асфальт. Все проверки возможны только по окончанию половодия. Ну а сейчас несколько слов о погоде на предстоящие сутки. Внимание! Небывалая акция. Карнавал угощений. Текстильный центр Рио раздает бургеры, лимонад, кофе и текстильные подарки своим покупателям. На каждые 500 рублей в вашей покупке получайте 25 Рио-рубликов. И обменяйте на вкусные призы. Акция действует только по будням. В субботу в нашем регионе ожидается пасмурная погода, осадки. Температура воздуха днем в районе 0 градусов. Ветер северо-восточный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, возможны осадки в течение дня. Сильный ветер в дневное время до плюс 6 градусов. Государство каждому гражданину, который платит кредит, дает право раз в 5 лет списать кредитный долг. Узнайте как. Звоните 245-745. Сразу после выпуска новостей объявления в городской хронике. Интересные истории, видео и фото сообщения вы можете направлять на наши редакционные мессенджеры. Вайбер и телеграмм. Номер вы видите на экране. Присылайте свои темы через наш сайт Иванова Ньюс или звоните по телефону горячей линии 58-77-77. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова